Всем привет! Меня зовут Зива Дарья и в сегодняшнем видео я покажу вам полный макияж, выполненный одной палитрой Lame Crime Venus. Вы просили макияж, выполненный в этой палитре? Получайте! Вы просили вечерний макияж? Получайте! А также забегая немного вперед, потому что я знаю, что вы попросите, этот макияж отлично также подойдет как для вечера, как я уже сказала выше, так и на Новый год! Я же знаю, что вы попросите это! Я подготовилась, кожу я сделала как в видео, в моем любимом, посвященном тону, ссылочка внизу в описании. Также я убрала волосы, чтобы они мне не мешали, поэтому я вот такая вот стремненькая перед вами предстала. На глазки, на подвижное и неподвижное веко я рекомендую нанести немного консилера для того, чтобы ваши тени были более насыщенными, более яркими и дольше держались. Либо можно нанести праймер для теней, либо же, если нет ни праймера, ни консилера, можно нанести любые кремовые стойкие тени нюдового оттеночка. Они послужат отличной подложкой. Свой макияжик я начну с оттеночка Rebirth. Его я буду наносить на складочку подвижного века. Кстати, ссылка на обзор этой палетки тоже внизу в описании. Я работаю кистью 221 Зои, потому что мне удобнее всего нанести тени на всю складочку и проработать это все так прям объемно, без четких линий. Кистью 234 я набираю оттеночек Venus и прорабатываю этим оттеночком внешний уголочек. Фактически я просто набиваю цвет. Возвращаюсь к кисти 221 и растушевываю наши пятнышки. Тушу я немного вверх и в сторону и по дуге. Если вам неудобно работать 221, берите более мелкие, более четкие кисти, потому что они пожестче и может быть вам будет комфортнее работать имень, а не такой большой и мягкой кистью. Я беру оттеночек Icon и работать я с ним буду кистью 231. Я проработала цветом Icon весь внешний уголочек и зашла фактически до середины глазика, оставив незатронутым только внутренний уголок. Я возвращаюсь к кисти 221 и набираю сразу два оттеночка. Это оттеночки Shell и Divine. Набираю я их по принципу чуть-чуть этого, чуть-чуть этого и вот так каждого цвета. Немного встряхиваю и наношу на нашу дугу, где мы наносили первый цвет. И так же на внутренний уголочек. Теперь для большего эффекта и большего выразительности я наношу уже непосредственно только оттеночек Divine еще выше до самой бровки и опять же пройдусь по нашей дуге. Зачем я это делаю? Зачем я наслаиваю цвет на цвет? Потому что мне хочется добиться глубокого, сложного и такого переходящего многогранного цвета. Только поэтому. Если бы я хотела сделать все просто и нанести один цвет, то я бы так сделала. Но мне хочется, чтобы был именно сложный оттенок. Я беру кисть 234 и наношу наш оттеночек Icon на нижний век. Наношу я его так, чтобы моя кисть лежала плоско относительно нижнего века. В этом случае у меня будет не жесткая четкая линия, а легкая растушевка. Беру чистую кисть 234 и набираю оттеночек Divine и прорабатываю внешний край нашего Icon по нижнему веку. Теперь я беру оттеночек Shell, набираю я его пальчиком и делаю прямо такое, мое любимое движение, я расставляю акцент. Я ставлю пальчик на середину глазика, прям не глядя ставлю в данном случае, и разгоняю чуть-чуть. Тем самым у меня глаз становится еще объемнее и получается более интереснее и не такой тусклый глазик, по отличие от правого. Забыла, где право. И то же самое я сделала, правда, кистью, потому что на нижнем веке это легче сделать кистью. Кистью 234 я нанесу оттеночек Shell на нижний век, прям так же на серединочку. Мне кажется, что этот глазик у меня немного темнее по нижнему веку, нежели этот. Я чуть-чуть добавлю. А теперь самое интересное. Межресничное пространство и легкую стрелку я буду рисовать черным Lime Crime вельветом. То есть именно Black Velvet. Да, вы не ослышались, именно Black Velvet, и им я буду рисовать легкую стрелку, прорисовывать межресничное пространство. Я на самом деле очень люблю рисовать стрелки именно Black Velvet, потому что у меня получается матовая стойкая стрелка. Это офигенно. Я возьму кисточку для лайнера 315, я набрала Lime Crime на руку, и сейчас я буду рисовать стрелочки. Вы на самом деле можете рисовать стрелочки, какие вам хочется, потому что под этот макияж можно как немного драма стрелы, но также можно просто порисовать межресничное пространство с легкой растушевкой, и тогда это будет больше вариант смоки. С растушевкой дотяни, конечно же, смоки, это я пошутила. Короче, стрелочки на ваше усмотрение. Какие хотите, такие рисуйте. Не хотите, не рисуйте вообще. Вот такие стрелочки у меня получились с Lime Crime. Но мне бы хотелось, чтобы стрелки были не такие супер четкие, а все-таки немного загнанные в тень, поэтому я возьму еще немного оттеночка Aika, и им проработаю самый-самый уголочек нашей стрелки, чтобы она была чуть-чуть в тень. Осталось дело замало в отношении глазок, это прокрасить ресницы и расставить хайлайт. Для ресниц я использую тушь Cabaret от Vivienne Sabon. О том, почему я использую эту тушь, я отдельно рассказывала в видео-обзоре этой и не только этой туши. Ссылочка в описании внизу. Для расставления хайлайта я буду использовать оттеночек Aura. Это божественный хайлайтовый оттенок в этой палитре. И его я буду наносить чуть-чуть на внутренний уголочек и чуть-чуть поверх Shell. Оттенок прямо на самую-самую серединочку глаза. Кисть я использовала 219 от MAC. Но на самом деле можно использовать любую кисть, какой удобной. Вот у меня эта первая под руку попалась, поэтому она. Брови. Брови я буду делать оттеночком Creation. Как бы странно было бы подумать иначе. И своей любимой кистью для бровей это 322 от ZOILOF. Оттенок Creation очень хорошо наслаивается, создавая более глубокий эффект. Потому что в начале бровки я использовала оттенок Creation в один слой. А уже на кончике, чтобы сделать его более острым и более глубоким, я наслаивала слой на слой. И получился очень недурственный вариант. И в жизни я использую этот оттенок для создания более натуральных бровей, нежели те брови, которые у меня получаются с палитры Visar. Потому что там получается более такое... Чарующее, что ли. Я по рукам нарисую, нарисую брови. А здесь более натуральный, приятный, мягкий оттенок. Если вы обладательница рыжих волос, и вам хочется рыжие бровки, то вот оттенок Creation в палитре Venus, это прям идеальный вариант для того, чтобы начать с рыжих бровей. Для румян я также буду использовать тени из этой палитры. Но, работая с румяном, будьте аккуратны. В зависимости от того, более влажная или более сухая у вас основа, ваши тени из этой палитры, может быть, могут лечь пятнышками. Ну, небольшими пятнами, придется аккуратно их разгонять. Это нормально, когда вы пытаетесь тени нанести на щеки. Ну, это нормальный процесс, не только с этой палитрой. Я набираю оттеночки Shell и Rebirth вместе и аккуратно наношу их на щечки. Но предварительно я немного стряхиваю пальчик, для того, чтобы избежать пятен. А оттеночек Divine я буду использовать вместо легкой скульптуры. Хотя, я не сказала бы, что это идеальный цвет для скульптуры, но в данном случае он отлично подойдет. Я возьму чистую кисть, в данном случае это 227, но в данном случае можно использовать любую кисть, потому что мы будем наносить хайлайт. Опять же, оттеночек Aura. Идеальный оттенок для хайлайта. Такой пигментированный, влажный, дает офигенный эффект. Ну, можно было убедиться, когда я его наносила на глазки. И если ваша прическа будет убрана, то незабываемо про ушки, потому что как-то так все лицо сияет, а ушки не сияют. Поэтому, если у вас оголены уши, будьте добры проработать их хайлайтером. Два завершающих штриха. Это помада и прическа. А то я как лошара с хвостиком. Помада. Конечно же, я не могла во всем макияже, сделанном Lime Crime, использовать другую помаду. Но я буду наносить помаду от Lime Crime. Немного непривычным даже для меня способом, но таким приятным в реальной жизни. Я возьму достаточно яркий и дерзкий оттенок True Love, ну, чтобы вы понимали, насколько он яркий и дерзкий. И набью его пальчиком на губы. Не прямо вот, как принято наносить Lime Crime, а самую малость. И сниму еще излишечек чистым пальцем, который уже не чистый. Почему я нанесла так Lime Crime? Потому что мне хочется создать эффект тинта, чтобы губы были яркие, сочные, но не перетягивали весь акцент на себя. Ведь если бы я сейчас нарисовала полноценные яркие губы, это было бы... Ну, немного трависти-шоу, чего мне не хотелось бы, невзирая на то, что у меня такие огромные глаза. Мне хочется акцент на губы, но чтобы они были такие. Типа я вот только что целовалась с бородатым мужиком. Вот. И они такие, покусанные немного, с эффектом зацелованный губ. Вот где-то такой эффект мне именно и хотелось. Что и дает такое нанесение плотных помад. Наносим пальчиком, и у нас получается легкий плотный волос. Но на самом деле с волосами все просто. Я заранее подготовилась. У меня уже завитый локон и страсти. И как видите, если присмотреться, у меня свитерочек со снежинками, а где-то здесь у меня уже олень. Я очень хочу Нового года. Я уже с нетерпением хочу нарядить елку. Но надо подождать хотя бы недельку для приличия, чтобы не выглядеть немного ку-ку. Хотя я так периодически так выгляжу. Но не суть. Наш образ готов. Этот образ отлично подойдет как для вечера, для вечернего мероприятия, как для рыжих. Вы просили показать вам макияж для рыжих? И отлично впишется в новогоднюю парадигму года петуха. Потому что петух любит яркие кричащие цвета, блески. Но если бы я сюда еще блески запихнула, это было бы прям уху. Но яркая гамма, красноватые оттенки, это все то, что любит петух. И если вы хотите дерзкий макияж на Новый год, то это вот сюда. А за 7 я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.